Только для вас уникальная японская разработка. С ней вы забудете обо всех болезнях. Не упустите шанс поправить свое здоровье. И только у нас вы можете приобрести этот чудо-аппарат по скидке. Вот так, напористо, пенсионеров Уральска убеждали приобрести непонятный массажер из страны восходящего солнца за 721 тысячу тенге. А если у них не было таких денег, то не беда, можно оформить кредит прямо по телефону. И люди покупали. Правда, потом выяснялось, что это никакие не японские технологии, а китайские. И должны они за них 1 миллион 300 тысяч тенге. Но самое печальное, после сеанса на этом массажере у пожилых людей обострелись хронические недуги, и многие оказались на больничной койке. Так есть ли надежда у доверчивых бабушек и дедушек вернуть свои деньги? Об этом в нашем следующем материале. Я вообще на это не поддаюсь, и я даже поддалась на это. Ничего даже не открывали, все, оно у нас в коробках лежит. Готовы отдать, да? Все готовы вернуть обратно. Потому что у нас таких денег нет. Мы просто, когда пришли и посчитали, мы просто испугались. Галина Кирогова до сих пор не может понять, как дала себя втянуть в эту историю. Накануне Нового года ее, как и десятки других пенсионеров, пригласили на презентацию, где им обещали бесплатную консультацию врачей, массаж и даже розыгрыш призов. На мероприятие пенсионерка отправилась вместе с сестрой. И вместе с сестрой вернулась домой. Вот с этим самым чудо-массажером. И кредитом на 1 миллион 300 тысяч тенге. Мы заплатили 360 тысяч и остальной кредит. Вообще сказали, что это кресло 980 тысяч стоит. На 8 месяцев по 50 тысяч. Так что же представляет из себя этот самый высокотехнологичный массажер? А ничего особенного. Это так называемая массажная накидка. В интернет-магазине их цена варьируется от 10 до 100 тысяч тенге. То есть ничего уникального. И теперь понятно, почему сама презентация была законспирирована в лучших традициях детективных фильмов. Людям не давали возможности позвонить родным, чтобы посоветоваться. Запретили фото и видеосъемку. Они не могли даже разговаривать друг с другом. Они снимают помещение чисто подвальное. Потом я все это проанализировала. Подвальное помещение, чтобы не было никакой связи. И когда мы уже уселись, там человек 30, может 35. Все люди пожилого возраста. Ну, старше нас намного даже парами пришли. И это самое. Они сразу предупреждают, отключите телефоны, чтобы у нас не было никакой связи. Чтобы мы ни с кем не могли не посоветоваться. Я даже без устрения пришла на эту презентацию. Ушла с кредитом. А вот подруга Людмила Мостовщиковой, Гульсара Данилова, после сеанса массажа на этом аппарате, оказалась в больнице. Врачи объяснили, что с ее хроническими заболеваниями строжайше запрещены массажные процедуры. После получения двух там, когда я присутствовала на презентации, после получения двух сеансов массажа, когда я домой приехала, у меня поднялось высокое давление. У меня начала отниматься рука. Я попала в больницу 14 и по 24 декабря я лежала в больнице. А до этого мы заполняли все бланки. И в этих бланках указывали, какие у нас есть болезни. И дело в том, что я указывала, что у меня повышенное давление артериальное, что у меня аритмия. Но они в этих, как говорится, товарах. Никакого сертификата, никакого вот этого, как пользоваться, противопоказания. Ничего нет. Вот и Вера Бахарева на оплату кредита за эту массажную накидку отдает почти всю пенсию. История как под копирку. По телефону пригласили на массаж, рассказали о японском чудо-аппарате. И только дома внук объяснил, что теперь она должна за это сотни тысяч тенге кредита. Как оказалось, уже не в первый раз пенсионерам Уральска. Продавцы-гастролеры из Алматы продают такие вибромассажные накидки. Например, в прошлом году презентации проходили в мае, июне и октябре. Они все зарегистрированы в Алматы, Алмалинский район. То есть по одному адресу зарегистрированы все четыре компании. Писали в департамент госдоходов города Алматы. Писали в департамент юстиции на правомерность вообще действий, регистрации этих компаний. В результате всех этих наших писем в январе 2020 года позвонили, сказали, что приедет представитель. В феврале приехал молодой мужчина, приехал вообще с России. То есть получается, эти компании работают от российских, я не знаю, филиалов. В течение двух недель, по-моему, он со всеми женщинами расплатился. Вернул более чем на 6 миллионов. В этом году, конечно, алгоритм действий наш будет такой же. В прошлом же году массажеры у них приобрели 12 уральцев. Люди покупали, оформляя многотысячные кредиты. Только потом они понимали, что стали жертвами обмана. Но тогда они смогли вернуть свои кровные. За помощью обратились в областной департамент защиты прав потребителей. Вот и в этом году доверчивые пенсионеры решительно настроены добиться справедливости. Вернуть продавцам их бесполезный товар, а себе свои деньги. Они написали заявление в полицию и также обратились в департамент защиты прав потребителей Западно-Казахстанской области. И как стало известно сегодня, обманутые покупатели добились своего. Уже некоторым пенсионерам вернули их кровные. Приехал представитель из города Алматы, я так поняла, от этих компаний. И вот за выходные дни, в субботу он вернул одной потребительнице деньги, 710 тысяч тенге. И в воскресенье вернул двоим бабушкам денежки. Одной в размере 710 тысяч тенге. Вторая оформила покупку, оплатив частичную сумму. Вот этим людям он деньги произвел, возврат денежных средств. Со всеми стремя он оформил соглашение о расторжении договоров. И вот здесь указывается, что потребители претензий не имеют. Потребители возвращают весь вот этот перечень наименования товаров. Были предоставлены контакты представителю этой компании еще двух потребителей, чтобы точно так же был произведен возврат этим же людям. Надеемся, что придем к положительному разрешению вопроса. Если не придем, как мы объясняли, вопрос будет рассматриваться уже нами в судебном порядке. Как же не стать жертвой таких напористых продавцов бесполезных товаров? О чем нужно помнить, когда вас приглашают на подобные презентации и рассказывают об уникальных чудо-аппаратах? С нами на связи по скайпу психолог Анна Поздеева. Анна Борисовна, здравствуйте. Вы... Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз, вы видели наш сюжет. Что же должно было насторожить людей, пришедших на эту презентацию? Скажите, пожалуйста. Насторожить должна следующая троечка критериев, которые могут сочетаться друг с другом. Это бесплатно, бонусы, подарки. Нас многократно учит народная мудрость о том, что бесплатный сыр только в мышеловке. А если сюда мы еще добавим некоторый флер таинственности, эксклюзивности, то у нас получается такая бомбическая смесь, которая становится исключительно привлекательной, и человек перестает трезво оценивать реальность. Это действительно было психологическое давление? Да, да, естественно, это психологическое давление, тем более, что людей должно было насторожить, что их лишили возможности фото, видео, записей и переговоров, консультаций с близкими людьми, которые могли бы их остановить, могли бы внести скепсис в их ажиотацию и умерить их пыл. В психологии подобный вид воздействия называется методикой убеждения. В народе такое называется цыганский гипноз. Осуществляется все это очень просто, и нужно просто иметь определенные навыки и таланты для осуществления подобных действий, подобных манипуляций с человеком. В первую очередь должен быть дефицит времени, то есть все решения надо принимать быстро, срочно, прям бегом, прям сегодня, здесь, сейчас, не отходя с этого места. Второе – идет переизбыток, бомбардировка информации. То есть человека бесконечно начинают о чем-то информировать, показывать, доказывать, и у человека не остается времени для того, чтобы принять собственное решение. Для того, чтобы эта бомбардировка остановилась, человеку проще сказать «да». Также в психологии существует техника, которую, скорее всего, и применили данные мошенники. Это техника трех «да». В чем она заключается? Надо человеку так сформулировать вопросы, чтобы на первые три вопроса он ответил «да», 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 и тогда следующий вопрос автоматически он отвечает тоже «да». Скажите, пожалуйста, вот когда мы чувствуем, вот это, как вы говорите, цыганский гипноз на себе, или мы чувствуем эти три «да», «да», технологию, которую применяют, скажите, как нужно себя все-таки вести, вставать и уходить, или что нужно ответить этим людям доверчивым, чтобы, ну, уже наверняка… Здесь ситуация весьма и весьма опасная. Вот есть такая поговорка «застряла ножка, пропала вся птичка». То есть здесь нужно и необходимо, только вы видите, что на вас осуществляется давление, пусть даже милое давление, пусть даже как будто бы в ваших интересах, необходимо сказать «стоп», и важно тут же прекратить дефицит времени. Надо сказать «стоп», «я подумаю». Все это очень интересно, «я подумаю». И далее уже на холодном разуме, без давления, рассудить и соотнести цена, качество, необходимость, так ли это нужно. И, конечно же, сделать для себя вывод, как в данном сюжете, а стоит ли, может быть, мне посоветоваться с моим лечащим врачом? Может быть, как и у любого медицинского аппарата, здесь есть противопоказания. Конечно. Раз это позиционируется как человеческое здоровье, здоровьем занимаются врачи, а не продавцы. Продавцы занимаются совсем другими делами. Ну и в любом случае ответственность за свое здоровье несем мы и сами. Спасибо вам огромное, Анна Борисовна. Я думаю, что нужно помнить еще и о бесплатном сыре, о котором вы и говорили. Все мы знаем, где он бывает.